Результаты деятельности органов местного самоуправления обсудили на совещании в администрации города. Для оценки работы используется целый ряд показателей эффективности, перечень которых утвержден на федеральном уровне. Они охватывают все отрасли экономики и социальную сферу. Доклад о достигнутых показателях глава города ежегодно предоставляет в окружной департамент экономики. Дальнейшая сравнительная оценка рейтинга муниципальных образований позволяет выявить наиболее актуальные проблемы и определить приоритетные направления муниципальной и социальной политики. Основное внимание на совещании было уделено тем показателям, которые напрямую зависят от деятельности местных властей. Итоги оценок за 2014 год представили руководители управления образованием, культурой, спорта, экономики, жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В сфере образования большинство показателей имеют положительную динамику и сохраняют стабильное состояние. Заработная плата учителей. Среди всех муниципальных образований мы на 10 месте. В своей группе на втором. Показатель 2013 года 73,370. Показатель 2014 года, план 74,753. По сравнению с 2013 годом этот показатель улучшился на 1,9%. И плановый показатель по учителям также был достигнут. Среди достигнутых показателей соответствие образовательных учреждений, современным нормам и требованиям обучения, стопроцентная сдача ЕГЭ и получение аттестатов выпускниками. На некоторые показатели повлияла ситуация со строительством пятой школы. Так, по этой причине Губкинский находится на последнем месте по доле обучающихся во вторую смену. В сфере культуры рейтинговым стал показатель среднемесячных зарплат работников. В городе растет число занимающихся спортом. Однако относительный показатель в целом снизился. Количество занимающихся увеличилось на 246 человек по сравнению с 2013 годом. Мы большую цифру даем роста на самом деле занимающихся. Но в связи с большим ростом еще большего населения, конечно, догнать. Но тем не менее мы этот показатель планируем выполнить, потому что заработал наш центр. Сдача в эксплуатацию новых домов и переселение из непригодного жилья позволили увеличить число жителей, улучшивших свои жилищные условия. Поэтому показатель у город находится на втором месте в округе. В сравнении с 2013 годом, в 2014 фактический показатель увеличился на 8,2. Фактический показатель 2014 года, по сравнению с плановым показателем, увеличился на 20,24. Большое влияние на показатели в жилищном строительстве и содержании городских дорог оказывает финансирование. В 2014 году протяженность автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих коррультивным требованиям, составляет 43 километра, или 66,6% от общей протяженности автомобильных дорог общего значения. В общем объеме собственных доходов бюджета выросла доля налоговых доходов. При этом снижение финансовой помощи от округа привело к его сокращению почти на 7%. Важным показателем стало отсутствие задолженности по оплате труда работников. В целом положительная динамика наблюдается в сфере земельных отношений. Как отметила, подводя итоги первый заместитель главы администрации города Альфея Пичугина, представленные цифры отражают эффективность работы органов местного самоуправления, по которым определяются место и вклад каждого муниципального образования в социально-экономическое развитие региона. Хочу сказать, что социально-экономическое развитие города показывает темпы положительные. Есть показатели, над которыми нам нужно еще будет работать, чтобы достичь лучшего. Доклад о достигнутых значениях показателей будет размещен на сайте администрации города 1 мая, а также опубликован в средствах массовой информации. Ирина Заикина, Денис Гимб, Новости Губкинского.